Вы насколько, если правильная информация, исследовали вопрос долгожительства, да? Что нужно, чтобы мы жили, например, лет до 200? Я слышала, что, например, организм человека в принципе запрограммирован, чтобы жить там около 200 лет. Это правда? Никто точно не знает, но есть биологический предел жизни человека. Сейчас он составляет 120 лет. Это значит, что есть люди, которые жили вот столько. Вот 122 года, это человеческий рекорд. Документально зафиксировано, и все остальное это мифы. То есть у нас есть все основания полагать, что раз один прожил до 122, то и каждый может прожить. Нет оснований и считают, что это невозможно. Поэтому 122 года мы точно верим, а дальнейшие цифры уже зависят как раз от развития науки. От чего это зависит? Ну, отчасти от образа жизни, отчасти от генетики. То есть здоровый образ жизни позволяет прогреть жизнь приблизительно на 20 лет. Если вы сравните самого зожника с самым незожником, то разница между ними будет 20 лет. Долгожители, естественно, имеют особенные гены. Очень трудно стать прям долгожителем, прожить более 100 лет, просто там много едя брокколи и бегая по утрам. Необходимо иметь определенные гены. Вот. И вот комбинация удачно собранных генов с хорошими условиями жизни, да, и образом жизни, они как раз могут, вот, будем, подарить другой. То есть если у меня, например, бабушка до 95 дожила, то значит есть вероятность того, что и я могу прожить столько же. Да, да, но это один из хороших способов предсказания продолжительности жизни. Посмотреть на своих предков и усреднить эти данные, и вот эта цифра будет очень близка к вашей генетической склонности. Но время-то меняется, да, проходят новые препараты, мы много знаем про образ жизни, да, и вы можете этот предел еще больше увеличить. Ну, кстати, знаешь, существует мнение, что зачем человеку бессмертие или там длительный образ жизни, ведь планета и так перенаселена, у нас не хватит ресурсов, нам нечем будет другую кормить, и мы вообще начнем голодать из-за того, что люди будут слишком долго жить. Это еще один миф, как бы такого не происходит. Население растет постоянно, людям всегда ездить, жить, не волнуйтесь за это. То есть мы живем в городе, нам кажется, что всех много, у нас куча полей, степей, лесов, как бы, всем найдется место, не волнуйтесь. Тем более, перенаселение не связано с продолжительностью жизни, есть математические расчеты, которые это показывают. Оно связано только с коэффициентом размножения, то, сколько детей рождается в семье. Поэтому то, что люди будут жить дольше, не значит, что земля будет перенаселена. Все зависит от того, сколько детей они будут оставлять. Поэтому долголетие не для всех, поймите. То есть это не то, что, точно так же, как и дети не для всех, да, вы же перед тем, как завести ребенка, принимайте решение, как-то взвешивайте свои возможности. Ваш возраст, статус и семейный, и материальный, правильно? Точно так же люди должны делать и при подходе к долголетию. Если вам нечего здесь делать, как бы, вы не будете работать над пройдением жизни. Это дорого, это сложно, это надо делать каждый день. Поэтому долголетие не для всех, для тех, кому жить интересно и есть чем заняться. Вы, кстати, упомянули ЗОЖ, как один из примеров того, что можно жить дольше. Как именно это влияет на длительность жизни? И вы являетесь ли ЗОЖником? Отчасти. ЗОЖ – интересное направление. В основном базируется на том, чтобы почерпнуть что-то из нашего природного прошлого, из того, где мы жили раньше, в тех условиях, которых мы сформировались, в условиях саванны, да, там, на период 200 тысяч лет тому назад, и имплементировать это в современную жизнь, да, питаться более похоже на то, к чему мы приспособлены, ввести такой режим дня и так далее. Вот. ЗОЖ, как, ну, там, основные киты, он, здоровое питание, там, физическая активность, здоровый сон, хорошие мысли, там, позитивный настрой и все такое. Есть большое количество тонкостей и нюансов, это очень интересно. Большое количество мифов, то есть, скорее всего, то, до чего вы сможете дотянуться через три ссылки в интернете, это все будет неправда. Вот. ЗОЖ имеет научную базу, да, и очень интересно изучать, и она есть. Мы часто делаем, там, собственные мероприятия, приглашаем людей, рассказываем про то, что ученые знают про ЗОЖ. Вот. Так что периодически такое происходит, там, приглашаем всех живающих. И являюсь ли я ЗОЖником? Ну, отчасти. То есть, есть многие вещи, которые я знаю, и они мне, там, не импонируют. Поэтому, во-первых, я большое количество экспериментов провожу сам на себе, поэтому, там, не могу всегда вести тот образ жизни, который хотелось бы. Мы, там, исследуем, например, биологические часы человека. И бывают периоды, когда я ложусь спать, и мы тогда, когда нужно, потому что, там, каждые три часа набираю у себя, там, образцы ДНК, чтобы сделать анализ. Поэтому встаю тогда, когда надо, и ложусь тогда, когда надо для эксперимента. Поэтому, к сожалению, больше экспериментов на себе мало, там, ЗОЖ. Ну, кстати, многие сейчас практикуют вегетарианство, сыроедство и так далее. Это полезно для современного человека? В беспрерывной линейке вот самого вредного до самого полезного всем этим подходом есть место. Они полезнее, чем вы будете есть чисто жареное мясо и одну морковку в неделю. И это вреднее, чем если вы будете есть разнообразную пищу, включая мясо. Ещё раз, вегетарианство и веганство, оно вреднее, чем если вы периодически будете употреблять мясную пищу. Но полезней, если у вас основа рациона составляет мясо какое-то, колбаса, жареное и так далее, и так далее. То есть, забирайте, да, есть, ему есть место. Оно не для всех, есть индивидуальные показания, противопоказания. Не все могут быть вегетарианцами. Для многих это вредно, это требует, там, консультации с врачом и так далее. Поэтому, если вы с целью здоровья, а не каких-то религиозных соображений на это идёте, то сначала лучше там изучите литературу, поконсультируйтесь со специалистами. Потому что это вегетарианство, это не самое, нет необходимости вегетарианства для здоровья, скажем так. Точно так. Интересно, насколько вредные привычки и проблемы нашей современной экологии влияют на передачу поломанных генов нашим потомокам? Слава влияют. Слава? Вредные привычки чуть больше, экология чуть меньше. Поломки, они происходят всегда. Их избежать полностью, ну, поломки имеется в виду мутации, на вашем понимании, да, когда есть какой-то ген у него, есть какая-то последовательность, и она меняется, да, изменяется. Эти изменения чаще идут в худшую сторону. Случаются они редко и зависят от многих факторов. Зависят, во-первых, от того, что мы едим, есть конкретные мутагены. Ну, опять же таки, большая концентрация жареного мяса, большая концентрация продуктов, там, копчения, или, там, опять-таки, даже большая концентрация молочных продуктов. Трансжиры вот эти. Трансжиры, да. Трансжиры тоже в некоторой мере. Вот, это может повлиять на мутации. Часть из них, вполне вероятно, может передаться потомству, но тут важно, зачем это спрашивать. То есть, если вы попытаетесь писать неудачи своих детей на то, что вы раньше ели селедку, то это плохая идея, да. То есть, неудача ваших детей, это, скорее всего, ваши правды, как родители, которые их воспитывали. Или зависит от случайных нюансов. Поэтому, как место мутациям есть, окружающая среда на них влияет, но это влияние значительно меньше, чем случайные факторы, которые предсказать нельзя. Тоже касается и Чернобыля, и экологии, и всё это. То есть, вредные выбросы, они не так сильно повлияют на наших потомков? Ну, как... Грязная вода? Да, ну, поймите, то есть, этим занимаются определённые структуры. Вода не такая уж-то и грязная, воздух-то тоже не такой-то и грязный. Всё это вредит, на основном, нашему здоровью. Ну, и опять-таки, вредит в сравнении с чем, понимаете? Если вы это будете сравнивать с экопоселениями, когда вы будете растить классненькую такую петрушечку, удобрять её навозиком, а в навозике будут жить диареогенные ишерихиоколи, да, которые живут в коровке, и вы, не вы, кто-то можете ей подавиться, у него будет смертельная диарея с кровью и умрёт намного быстрее. Поэтому вы сравните суперэкологическую ситуацию с техногенной, и я не уверен, что техногенной будет вреднее, чем вот такая вот условно-эко и природная. Риски есть везде, их надо знать, вот, и в сельском хозяйстве, и в такой природной отрасли они тоже есть, и они очень высоки. Но, с другой стороны, не всё так страшно, как нам... Нет, не всё странно, что я говорю, что, ну, не переживайте из-за этого. Все пытаются проблемы со здоровьем списать на окружающую среду, что мы живём, у меня у дома парковка и выхлопные газы меня убивают. Нет, нет, убивают. Неправильный режим дня убивает, да, неправильное питание убивает. Вот это убивает, да, там. А выхлопы, ну, да, влияют, но не на первом месте. Исследовали ли вы феномен Далай-Лам, тела которых не разлагаются многие десятилетия? Мы не исследовали, наверняка, кто-то исследовал. Могу точно сказать, что чудес никаких нет. Да, если там что-то где-то не разлагается, значит, использовать какие-то бальзамические средства или, ну, в случае Далай-Лам, там, не бальзамация, там, условия пещеры и так далее, и так далее. То есть, чеческое тело, оно интересно, бывает ряд феноменов, когда действительно кто-то там и живёт долго, и тела не портятся. Но не следует думать, что причина этому исключительно в их религиозных каких-то подвигах. Говорят, что человек начинает стареть с момента своего рождения, да? Каковы основные причины старения современного человека? Теории две. Одна говорит, что начинает стареть с момента рождения или даже с момента зачатия. Вторая говорит, что с другого возраста, например, там, с 35 лет. Кто прав, непонятно тут, равносильным обе теории. В чём причина старения человека? В том, что старение – это запрограммированный хотя бы отчасти процесс. То есть, природе нужно было старение для того, чтобы происходила смена поколений. Это не наша с вами ошибка, и это не наша, там, кара Божья. Это такой природный ход вещей. Сейчас он нам не очень нравится, и мы пытаемся это исправить всеми возможными способами. Но для того, чтобы реализовать эту программу, чтобы люди старели и все млекопитающие старели, природа заложила в нас большое количество пусковых крючков, которые это старение запускают. Ну, вот, например, там, переедание запускает этот процесс. Ну, например, там, малая подвижность запускает этот процесс. Там, изнурительная работа запускает такие процессы. Какие-то даже психологические моменты его запускают. Например, там, недовольность жизнью, да, то есть, такой угрюмый вид и всё такое вполне вероятно. Большой стресс, да, то есть, вполне вероятно, что все эти психологические особенности также форсируют процессы старения. Поэтому первопричины у старения нет. Старение – комплексный процесс запускается многими путями. Разные люди стареют по разным причинам и стареют разными способами. Вот всё это очень интересно, этим занимается наука биогеронтологии. Кстати, сейчас очень активно используют стволовые клетки даже для того же омолаживания организма, их косметологии и так далее. Действительно ли они настолько животворящие? Хотя существует, опять же, миф, что именно стволовые клетки способствуют развитию раков в организме человека. Не очень активно используют стволовые клетки ни в косметологии, ни вообще в медицине. То есть, это перспективное развивающееся направление. Есть экспериментальные такие работы, когда действительно стволовые клетки используют и иногда они помогают от ряда патологических. Ну, например, при заживлении раны ожог может зажить за три недели, при применении стволовых клеток он заживёт за неделю. Ну, не чудо ли? Ну, отчасти чудо. Да. А отчасти это просто чуть быстрее, чем обычно. Да. То есть, заболеваний, которые бы полностью вылечили стволовые клетки, их очень-очень мало. Да. В основном речь идёт о каких-то вспомогательных технологиях. В плане омоложения стволовые клетки не являются паноцелей и даже не входят в какие-то топовые средства. Потому что, ну, не способны они в такое. То есть, организм больше, а стволовых клеток, которые молодые, их меньше. Поэтому надежда на то, что если мы их введём в организм и тем самым повлияем на состояние старости, оно влияние будет, но очень мизерное. Да. Стволовых клеток надо реально там очень-очень много туда вводить, чтобы был эффект. Организм вообще-то превалирует, да. И эти стволовые клетки, попадая в старый организм, тоже начинают стареть и интенсивировать. Поэтому мы следим за этим направлением. У него будут успехи, но прямо сейчас отношение такое. Аккуратное, настороженное, экспериментальное. Катя задаёт вопрос. Видимо, вы занимаетесь йогой. С какой периодичностью надо заниматься йогой, чтобы она приносила максимальную пользу? Занимаетесь йогой? Да. Йогой надо... Ну, как тебе так говорить, чтобы йогой надо заниматься. Всё вопрос в том, что вы вкладываете в понятие. Йоги и так далее. Если йога для вас физическая активность, то ею надо заниматься там как можно чаще. Приблизительно, наверное, каждый день по полчаса. А при этом два раза в неделю интенсивно. Если для вас это физические упражнения. Если для вас это какие-то там более тонкие, какие-то там практики, да, направленные на совершенство каких-то других частей вашей личности, то всё зависит от вашего там инструктора или чего-то такого. То есть, занимайтесь чем больше, тем лучше. Тут переусердствовать очень-очень трудно. Такие случаи бывают. Но, скорее всего, это редкость. Поэтому тут нет такого. Ну, я когда занимался очень упорно йогой, я занимался там три раза в неделю самостоятельно, один раз с инструктором. Это мой опыт. Сейчас занимаетесь? Сейчас, да, реже, но сам. Сколько лет вы практикуете? Это больше десяти. Больше десяти с 2003-го, 2004 года. Вот ещё вопрос о беге от Елены. Недавно читала, что бег продлевает жизнь. Расскажите, если да, то когда полезнее бегать, днём или вечером? И как это влияет на организм в разное время суток? Хороший вопрос. У вас прям такие запросы, как слишком-слишком подготовленные. Трудно сказать, всё зависит от вашего режима дня. Если вы прям хотите совет, что вечером бегать намного полезнее, чем утро, то утром, то его нет. То есть, пока можно уверенно сказать, что бегать полезно точно так же, как и любая другая физическая активность полезна. Она полезна на уровне 30-минутной ежедневной пробежки. Или выше, но не меньше. Ну, меньше тоже, но в меньшей степени. Поэтому вот 30 минут пробежки ежедневно – это такой золотой стандарт здоровья, заботы о здоровье. Утром или вечером – зависит от многих вещей. Мой совет – попробуйте бегать утром, вечером. Когда это вас менее весна же, когда вам это подходит, тогда этими занимайтесь. Есть более точные прицельные рекомендации, но это надо смотреть на ваш режим дня. Ну, вот ещё есть вопрос касательно правильного рациона питания человека 21 века. Какой он должен быть? Вы как зожник, что можете порекомендовать? Он, во-первых, нет инструкции, человек рождается без инструкции, поэтому на самом деле, что он должен есть, никто не знает. Но можно предположить, есть базовый принцип. Принципов надо следовать. В плане питания они каковы. Ваш рацион должен быть сбалансированным и разнообразным. Сбалансированным – это значит то, что в нём должны быть и белки, и жиры, и углеводы, и все остальные компоненты пищи. То есть забудьте про какие-то монодиеты, забудьте про жестокие безуглеводные диеты, безбелковые или ещё какую-то такую ерунду. В еде должны быть все компоненты. То есть немыслимо отказать себе в том, чтобы не есть весь жир вообще. Это значит, что он должен быть сбалансированным. И разнообразным – это значит, что вы не должны есть одно и то же. То есть старайтесь его разнообразить и есть там хотя бы каждые два дня что-то новое, того, чего они ели вчера-позавчера. Есть и множество других принципов, но этих пока хватит. Ну и вот ещё пришёл вопрос касательно проекта, эксперимента. Почему женщины более жестокие? Я говорю о результатах эксперимента с боксом. Хороший вопрос. Ну как, почему жестокие? Вот эксперимент показал, что жестокие. А почему жестокие? Да, это как бы тема там многих-многих исследований и вопросов. Без привязки к прям вот нашему проекту можно сказать, что женщины не то чтобы жестокие больше, что они, как бы так сказать, у них своё отношение немножко к боли. То есть вот наша рабочая гипотеза заключается в том, что женщины, когда смотрели на бокс в нашем эксперименте, в других подходах, они слабо понимают эту боль, которую чувствуют мужчины, да, и ту неравенство, которое было на ринге. Мужчины это видели сразу. То есть вот я этот эксперимент проводил, мужчины сразу видят, что один партнёр сильнее, да, второй слабее. И соответственно, одному будет сильно больно, а второму нет. И продолжать это нету смысла. Женщины относились к этому по-другому. То есть они не понимали правил игры, да, этого мужского там вида спорта. Думали, что ну как бы так идёт, наверное, так и надо. Многие бокс видели первый раз в жизни, они прям спрашивали, какие правила. То есть для них это было просто шоу. Они к этому происходящему относились как к шоу. Мужчины как к реальной жизни. В этом есть некоторая отсылка к реальности. Возможно, женщины и по жизни так смотрят на окружающее, как на красивую картинку. Мужчины чуть более понимают суть происходящего. Но возможно и нет. Что ж, Александр, спасибо вам за ваши ответы. Завершающее слово для тех, кто нас сейчас смотрит. Завершающее слово какое? Смотрите эксперименты. Проект эксперимента очень интересный. Он показывает вашу жизнь, как она есть на самом деле. Без магии, без мистики и без написанной кем-то мелодрамы. Поэтому и ставьте эксперименты. Ставьте эксперименты на себе. Ставьте, относитесь к этому миру как эксперимент.